Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем карьеру за Мадридский Реал. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Также там проходят у нас стримы, так что обязательно залетайте, ну и помогите мне там добить 100 подписчиков, мне будет очень приятно. Ну и также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, либо же на мой телеграм-канал, ссылочки на них есть в описании под этим видео. В случае блокировки ютуба вся актуальная информация будет там. Ну что же, давайте посмотрим, какие нас сегодня ожидают матчи. Во-первых, это ответная, я так понимаю, да, игра. Против Велериала мы 4-2 их в первом матче обыграли, дальше тоже серьезный такой соперник в чемпионате Реал Соседат. Ответная игра против Баруси, мы их 5-1 обыграли в первом матче. Кстати, на предыдущем выпуске мы уже начали именно с Реала играть на Легенде, кто не заметил этот момент. Вот, как видите, у нас и ничейные результаты, причем против Велериала в чемпионате, против Депортива и против Рео Великана. Так что, вот так. Но, как-то получилось на Легенде обыграть Барусио со счетом 5-1. Дальше Малерка и Эль Классика. Эль Классика у нас сегодня, поэтому матчи действительно интересны, как Лига чемпионов, так и наш возможный выход в финал Кубка Испании. Поэтому все, сегодня прямо у нас такие топовые матчи на вылет практически. Поэтому давайте мы против Велериала сыграем первым составом, против Реал Соседаза, ну уж как-нибудь там паратирую. Я, наверное, не полностью второй состав выпущу, но посмотрим. Против Баруси, естественно, первым составом. Против Малерки можно прям полностью второй. Ну и против Барса уже выйдем первым составом. Скорее всего, матч там еще какой-нибудь добавится. Если мы пройдем сейчас все-таки Барусио, то уже там у нас начнется четвертьфинальная стадия. Вот, поэтому составы на ваших экранах. Очень уставшие игроки у Велериала. Поехали. Итак, ответный полуфинал Кубка Испании. Велериал против Мадридского Реала. Интересно, у нас матчи в прошлом месте сложились. 4-2 и 1-1, если я не ошибаюсь. Уже забыл, как сыграли с ними в чемпионате. 1-1, если правда мне не изменяет память. Сразу же после этого матча, после первого полуфинала. Ну вот посмотрим, навяжет ли сегодня Велериал нам борьбу. И получится ли у них отыграть наше вот это преимущество, которое мы добыли на Сантьяго Бернабео. Поехали. И вот шикарная передача и забивает Пареха. 16-ая минута. Не забиваешь ты, забиваю тебе. 100% был вариант забить сейчас Кариму Бенземе. Но не получилось. И вот Велериал забивает первый гол в этой встрече. Пареха вводит вперед свою команду. И минимальное у нас теперь лидерство в двухматчевом противостоянии. Тот находит Луку Модрича. Асенсио. Хороший пас. И вот здесь Карим Бензема. Но нужно сейчас-то сравнивать счет Бензема. Бензема сравнивает счет. Снова у нас лидерство в этом противостоянии в два мяча. Мяча. Замечательно. Находит пасом Карима Бензему. Тот на Луку Модрича. Модрич на Асенсио. Но здесь надо забивать и выходить вперед. Асенсио. Вводит вперед Мадридский Реал в три мяча. В три мяча теперь Реал обыгрывает в общей сумме Велериал. Бензема на Модрича. Ух, как сейчас Бензема-то прошел. Ух, как Бензема-то прошел. И в самую девятку парашютом забивает Карим Бензема. 3-1. Практически перед самым перерывом забивает Француз. И счет становится просто издевательским. 7-4 по общей сумме. 7-3. 7-3, прошу прощения. 7-3, конечно. Финальный свисток. 3-1. Обыграл Реал Велериал. Волевая победа пропустили Мадридцы первые. Но в итоге перед самым перерывом за первый тайм до перерыва смогли забить три мяча. Отыгрались. Но во втором тайме какая-то голевая засуха вот была. Поэтому все, мне кажется, абсолютно заслуженно. Давайте посмотрим. XG ровно на один мяч наиграл Велериал. А мы наиграли на 7. Вот. Но 7 у нас в общей сумме так вот получилось. Мне еще интересно, кто все-таки стал лучшим игроком матча. Асенха должен был, мне кажется, получать. Нет. Получил Бензема. Дубль у него. Две голевые у Луки Модридча. Интересно, какая оценка у Асенха 6,7. 14 было удара, 8 створ, 5 слева фон сделал, 3 пропустил. Как мы видим, 2 гола было в притирку. Вот в левый угол. Да там и правый, прям самую девятку. Поэтому тут как-то винить вратаря я не знаю. Поэтому поздравляю всех с выходом в финал Кубка Испании. Ну а в финале мы пока что еще не знаем, с кем встретимся. Пока что, скорее всего, это Deportivo Alaves, с которым мы сыграли в ничью в чемпионате. Но, не знаю, вдруг навяжет Испаньол в домашнем матче борьбу. Итак, нам приходят 2 сообщения. Асенха, спасибо, что верите в меня, тренер, хоть я не отношусь к числу ключевых игроков команды. Горжусь тобой, ответим так. Сантана, которого как-то подписали в прошлом выпуске, скажем, хорошо отыграл. Ну и ждем, пока перед игрой с Реал Созиданом, может быть там еще и матч закончится. Да, вот здесь вот закончился уже матч. В ответном полуфинале Испаньол Deportivo Alaves мне интересно посмотреть. А все-таки с Испаньолом они 2-0 обыграли Alaves, поэтому вот так вот Барселона против Мадрида в любом случае будет. Поэтому, ну посмотрим, посмотрим, как это все-таки выйдет. 23 апреля, то есть это в этом же уже или нет, или в следующем, да, в следующем, прошу прощения, в следующем месяце мы будем играть в финал Кубка Испании против Испаньола. Вот я бы сейчас прямо и посмотрел, как мы играли с ними раньше, потому что мне чисто вот интересно, чтобы потом как-то вот в голове понимать, что это в принципе-то за соперник такой. А вот мы обыграли 2-го октября с счетом 3-0 Испаньола на выезде. Значит, еще у нас будет в мае, либо в апреле домашняя против них игра. Сейчас я посмотрю. Да, ровно через неделю после финала Кубка у нас еще будет и домашняя игра против Испаньола в чемпионате. Итак, переговоры по Луису Лопесу прекращены, он не смог как-то договориться с Вольсбергером, вот. Поэтому, ну, будем ждать другого предложения. Итак, сборная Австрии нам предлагает стать главным их тренером, мы отклоняем. Итак, Тони Кросс говорит, что он в хорошей форме, прекрасно себя чувствует. Давайте скажем впереди более важные матчи и так намекнем, что против Баруси вот он, скорее всего, выйдет. Лидерство-то у нас в 12 очков, плюс еще и матч в запасе. Можем сделать лидерство в 15 очков, поэтому нужно обыграть раз и седат, они идут на четвертой строчке. Ну и им эта победа тоже нужна, чтобы попасть в тройку. Поэтому давайте сейчас буду что-то придумывать. Берем второй состав. Так, Пикфорт останется. Не знаю, насчет Марсела давайте выпустим Минди. Как-то мне нету никакого пока доверия фланговых игроков, я выпущу из первого состава. А полузащиту я бы, в принципе, оставил, почему бы и нет. Искана Цапи, Венисиус слева. Так, ну а Йовича здесь бы поднять вот так вот, все. Поэтому я не знаю, давайте вот так вот и выпустим, то есть только фланговых игроков я поменяю. Тонус 37. Вот это вот мне тоже как-то не нравится. Давайте я выпущу. Даже не знаю. А Лабу, у него тонус 90, так же как и у Делихта. Поэтому вот вместо Бейла выпущу. Могу же, а хотя у Марвина тоже еще плохо все. Поэтому давайте Ассенсио и выйдет, 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 выйдет. Так, и теперь фланговые игроки мне нужны. Прямо сразу. Это Дест и Марсела, на всякий случай. И получается еще и правый. Вместо Марвина у меня пойдет Бейл. На всякий случай, все. Вроде я никого сильно так больше и менял. Центрального защитника бы еще бы взять. Вместо того же, мне кажется, Азара. Вот Делихта возьму на всякий случай, все. Вот так вот мы и сыграем. Вот так немножечко сротировали состав. Реал Мадрид против Реал Соседада. Мы играем дома. Поехали. Ну что же, Реал Мадрид против Реал Соседада. Матч в рамках чемпионата Испании. Первая строчка играет против четвертой. Получится ли у Гассейна взять сегодня борьбу и закрепиться в случае победы в топ-3. Мы сегодня это узнаем по истечению 90 минут игры. И вот очень хороший удар сейчас был и будет угловой в исполнении Мадридского Реала. Иска подает. И какой удар и забивает Лука Йович. Я сейчас даже сам этого не ожидал. Мы очень часто забиваем, мне кажется, больше всех. Из всех карьер. Именно в карьере за Мадридский Реал забиваем больше всего с углового. А то Делихт несколько раз уже забивал. А вот здесь вот Йович. Вы просто посмотрите, никто его не держал. И вот так вот получилось пробить. Между вратарем, причем и защитником, который тоже стоял в воротах. Не в противоположный угол, где был пустой угол. Нет. Он пробил именно туда. И именно забил. 1-0. Йович выводит Реал вперед. Опасный момент. И Исак забивает и сравнивает счет. Из-под защитника вот так вот пробил. Ну и все-таки чувствуется все равно, что играем мы не полностью в первом составе. Не знаю, отбил ли бы Тибо Куртуа. Но, как мы знаем, футбол не любит слагательных сопряжений таких. Поэтому надо бежать вперед и стараться забивать еще. И выходить снова вперед. И почти забил у Венисиус. И это дубль. Это дубль Луки Йовича. Отлично. Вот так вот просто разрезающая передача. Я не знаю, как так упустили игроки Реал Соседа. Подача. Какая опасная это сейчас пошла. И Исак забивает и сравнивает. Тоже Исак забивает дубль. Как-то Пикфор даже не сыграл. Я уже нажимал ему выходи. А он стоял и смотрел просто футбол. Даже никак не вышел на вот этот мяч. На эту подачу. И все. Финальный сысток. С счетом 2-2. Заканчивается матч. Дубль Йовича и дубль Исака. Не выявили победителя сегодня. Но мне больше интересно, кто все-таки станет лучшим игроком матча. Давайте посмотрим на Икс Джима. Мы наиграли на 2-6. Ну, в принципе, тут все очевидно. Мы могли, конечно, еще и третий забивать. Но вот как-то не повезло. Но, в принципе, на ничью обе команды наиграли. Ну, а лучшим, скорее всего, стал Исак. Да, 10-0 у него оценка. У Йовича тоже 10-0. Но почему-то вот, наверное, из-за того, что на выезде именно забил дубль этот игрок. Поэтому ему и решили дать название лучшего игрока матча. Ну что же, ответная игра на стадии 1-8 финала Лиги Чемпионов. Реал Мадрид против Боруси и Дортмунд. Вот она, стартовый состав. В принципе, все отдохнули. Потому что не всех вообще использовал я в матче против Реал Соседата. Поэтому 5-1, обыграв на Сигнала Дуни Парк. Мы сегодня будем играть против Боруси, но уже на Сантьяго Бернабео. Поехали. Сантьяго Бернабео. Принимает матч ответный на стадии 1-8 финала Лиги Чемпионов. Реал Мадрид против Боруси и Дортмунд. Интересное, конечно, противостояние. Ранее команды встречались. Мы помним эти противостояния, когда, если я не ошибаюсь, Левандовский в составе еще Боруси забивал хэт-трик Реалу. Если все правильно я помню, напишите об этом в комментариях. Если в своей карьере я делаю как-то омоложение, то сама FIFA делает какие-то странные трансферы. У Боруси Бензема в самую девятку, как мне кажется, забивает француз 6-1. Но, на минуточку, в матче Барселона-ПСЖ, ПСЖ тоже забили. Эдин Санковани, если я не ошибаюсь, тогда, поэтому шансы все так же есть. Нужно просто забить сейчас Боруси 6 мячей, чтобы выйти вперед. 5 мячей, чтобы сравнять, 6, чтобы выйти вперед. Поэтому все еще в руках у немцев. Отлично, Тони Кросс. И снова мы видим забегание Карима Бенземы. А тот видит забегание Асенсио, лучшего бомбардира Лиги Чемпионов. Асенсио, ну это все. Это все 7-1. 7-1 в общей сумме, такое не отыгрывается. Или Ренье у нас в аренде. Вот это вот я, честно, не помню. Точнее, наш арендованный игрок. А вот и Холланд. Пушку свою расчехлил. В сухую сыграть уже точно не получится. А вот и наша оборона прозевала. Что это сейчас вообще было? Ну и самую девятку забивает норвежец. А вот поражение, либо ничья, мне кажется, уже и нет. И Холланд забивает дубль. Вот так вот включился норвежец. Понятно, что выйти в четвертьфинал у Баруси вряд ли удастся. А вот одержать сенсационную победу на выезде, как это сделал Реал. Причем еще и разгром на 5-1. Может быть и получится сейчас. Вот так вот на тоненького. Пока что камбэк. Камбэк произошел у Баруси. И пенальти. Пенальти на последней минуте. И вот сейчас к мячу скорее всего будет подходить здесь на Эрлинг Холланд. Ему нужно забивать хэтрик. Да, именно так. Поэтому посмотрим, получится или нет. Нет. И он забивает парашютом и забивает хэтрик на Сантьяго Бернабео. Вот он камбэк. Вот она история для Баруси. Как только я говорил, что в составе Баруси еще Ливандовский забивал хэтрик. Ворота Мадридского Реала. В Лиге Чемпионов так же случилось и сегодня. 68-е. 78-е и 90-е минута стала ключевой для Баруси. Они одерживают сенсационную победу. Холланд забирает мяч, но в четверть финала проходит Мадридский Реал. Понятно, что обидное поражение. Абсолютно ненужное. Забивать мы тоже должны были. Где-то мы вату катали уже в втором тайме. Но по их джиму видим, наиграл Баруси на свою победу. Ну что же, сейчас у нас выездная игра против Малерки. Они идут на 18-й строчке. Мы будем против них играть вторым составом. Потому что следующая у нас игра будет против Барселоны. Ну что же, Малерка против Реала. Поехали. Ну что же, Малерка принимает Мадридский Реал. Посмотрим, получится ли навязать борьбу домашней команде. Ибо Гостевая находится в очень хорошей форме. Хоть и проиграли в Лиге Чемпионов последний матч. И Йович. И Йович забивает на 9-й минуте. В первой же атаке Реал открывает счет. И снова, кстати, забивает Йович. Он до этого забил дубль ворота Реал Соседада. И вот снова забивает в Чемпионате Испании. Уже 14-й гол в 16-ти матчах. Хэт-трик забил Эрлинг Холланд на еще 90-й последней минуте пенальти. Заработал там Вальверде. И шикарный гол Йовича. Дубль на его счету. Уже в двух последних матчах Ла Лиге Йович забивает 4 мяча. Вот так вот из-за того, что сейчас плотно идет расписание у Сливочных. Поэтому ротация состава тоже идет. И вместо Карима Бенземы на стрее атаки выходит чаще всего Лука Йович. Вальверде очень хорошую передачу сейчас на Йовича дает. И будет ли хэт-трик? Это хэт-трик. За первый тайм за 42 минуты Йович забивает хэт-трик на выезде ворота Малерки. Амав. Опасно. И вот так вот разыграла Малерка и забила Текифуса Куба. Кстати, это наш же вроде игрок, который то ли в аренде, то ли мы в принципе его продали. Вот это вот я, кстати, не припомню. Пытается, пытается найти момент, чтобы тоже забить гол. И он его находит. 4-1. Венисиус сравнивается по забитым мячам во втором тайме с Малеркой. Поэтому пока что по второму тайму у нас ничья 1-1. И все. Финанс исток. Разгромная выездная победа у Мадридского Реала. 4-1. Хэт-трик забил Лука Йович. Итак, Голландия и сборная Англии интересуются, чтобы мы стали их главным тренером. Итак, приходит нам предложение по Лопесу. Он в Вольсбергер отказался. Вот теперь новое предложение от Биршота. Шота, наверное, Биршот. Вот, 1.450.000 нам за него предлагают. Давайте согласимся, а там уж пусть он дальше сам решает. Итак, игроки у нас отправятся в сборную. И также нам добавили деньги за Лигу Чемпионов. Это значит, нам известен соперник по стадии четвертьфинала. Итак, давайте посмотрим на нашего возможного соперника. Я не видел пары на четвертьфинал. Просто давайте предположим, какие у нас могут быть соперники. Ливерпуль. Они обыграли Аталанту. Минимально так 4-3. Мы прошли Дортмундскую Боруссию. Манчестер-Юнайтед минимально прошел Интер. ПСЖ прошли, уверенно, Спортинг 4-2. Бавария вынесла Манчестер-Сити 6-0. Атлетико Мадрид минимально прошел Вольсбург 1-0. Севилля минимально переиграла Челси. И Барселона уверенно переиграла Ювентус. Поэтому я бы хотел встретиться против Севилли. Той же, почему бы и нет. И все. Наверное, только Севиллю я бы хотел видеть. Но соперника по четвертьфиналам вы увидите в следующем выпуске. Ну что же, а у нас сейчас игра против Барселоны. Домашняя для нас Аль Классика. Первая строчка играет против Шестой. Там у нас двухнедельные выходные будут после этого матча для вызова в сборную. Поэтому вот первым стал мы выходим. Реал против Барсы. Поехали. Ну что же, Аль Классика. Мадридский Реал против Барселоны. Сейчас Барселона переживает не лучшие времена в своей истории. Идут сейчас на шестом месте. Но им бы хотя бы в четверку бы залететь по концу, по итогам сезона. Было бы вообще шикарно, чтобы попасть в Лигу Чемпионов следующего сезона. Сейчас Дейон будет встречаться со своим бывшим одноклубником. Это Матес Дели. Ткуна Гуэра. Ну какой голешник он сейчас забивает. Вы просто посмотрите. Принимает мяч спиной, подбрасывает его и пробивает с подкрутки, с разворота. Одиннадцатый гол в 29 матчах у Гуэра. Вот опасный момент. Лозано. Прострел. И аккуратно просто скинул сейчас мяч, естественно, над Дейонгой. 2-0. 2-0 мы проиграем Барселоне дома. Модридж. Тони Кросс. Прострел под Бензему. И Бензема забивает. И уменьшает преимущество Барселоны сейчас. Куна Гуэра. О, здесь типа Куртуа справляется. Еще мяч у Реала остается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что это за ужасная игра сейчас в обороне. И снова пас прям под удар. Также вот два паса за них мяча. Просто крах обороны. Ну и все. Хэтрик еще и Агуэра. При том, что Куртуа сейчас сам выходил на этот мяч. Я не выдвигался им. В итоге проигрываем 4-1. Самое для нас разгромное. Тем более еще обидное поражение в Эль-Классика. Первая строчка играла против шестой. Просто ужас, что было сегодня в обороне. Итак, переговоры по Лопесу снова прекращены. В Биршот он не переходит. Снова предложение по Лопесу. Также за 1.450.000 в Син Труиденце. Итак, сборная Шотландии нам предлагает стать главным тренером. Мы отклоняем. Лопес снова сорвал нам сделку и не переходит никуда. Ну что же, друзья, на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Эта Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok